Молочные каши, супы, горячие гарниры и свежая выпечка в школах детей стараются кормить и вкусно, и полезно. А в некоторых образовательных учреждениях родителям предложили самим попробовать, чем питаются их дети. Все блюда свежие и аппетитные. Порции небольшие, чтобы мамы и папы могли отведать как можно больше разных блюд. Родители говорят, в принципе, на питание в школе их дети никогда не жаловались. Но, тем не менее, попробовать еду, которая готовится специально для детей, было интересно. Впечатления, в принципе, самые приятные. Если действительно здесь все происходит так, как сейчас, то я, в принципе, доволен и спокоен за своего ребенка, что все у нее хорошо с питанием в образовательном учреждении. В принципе, все очень вкусно, свежее, самое главное. Ну и, я думаю, из качественных продуктов сделано. Ну, я сейчас попробовала плов, пюре картофельное и свекольный салат. Я думаю, что детям, если это будет на протяжении всего периода учебного года, то это будет замечательно. Здесь же родители могут познакомиться с так называемым циклическим меню. Это утвержденный Роспотребнацуром перечень блюд для питания детей с подробной технологией их приготовления. И все делается в строгом соответствии. Все школьные столовые Красноярска самостоятельно готовят завтраки и обеды для учеников. На выходе получается питательное и вкусное блюдо. Но врачи сетуют, не всем детям нравится натуральная еда из-за неправильных пищевых привычек в семье. Так называемый пищевой мусор. Это кетчуп, майонез, кириешки, всякие сухарики, чипсы, газировки. То, что как бы в детском возрасте все-таки вредно. В прошлом году в школах края бесплатно питались почти 19 тысяч детей. Сейчас еще идет прием заявлений, но уже очевидно, что ребят-льготников будет больше. С этого года право на бесплатное горячее питание получили школьники с ограниченными возможностями здоровья. На данный момент у нас питается 287, в пределах 300 детей. Но заявления еще поступают от родителей. Мы их комиссией рассматриваем. И в первую очередь те, кто льготники, это малоимущие, сироты, многодетные семьи. Ну и, конечно же, дети с ОВЗ, это дети с ограниченными возможностями здоровья. У них усиленное питание, у них два раза в день. Что же касается стоимости обедов, то в разных территориях она отличается. Например, в Красноярске завтрак в среднем стоит 25-35 рублей, обед – около 60. Стоимость горячих завтраков в среднем составляет 45 рублей 35 копеек по Енисейскому району. Это в зависимости от возрастной категории чуть больше, чуть меньше. И горячие обеды – 68 рублей. В последнее время дети полюбили рыбу, отмечают повара. Рыбные котлетки больше не остаются на тарелках у ребят. Ну а детское блюдо номер один – макароны с сыром. Есть у школьников и другие пристрастия. Каши. Рябчик у нас есть такая каша. Очень дети ее любят. И манную кашу очень любят. Особенно у нас первачи, вторые, третьи классы, начальные каши очень. Прямо идут за добавкой ребятишки, бегут с тарелками, просят еще. А вот после четвертого класса дети начинают охладевать каши и переключаются на булочки и шоколад. Поэтому специалисты призывают родителей приучать детей к полезной пище. Анна Московских, Денис Тимошенко. Новости.